Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова А предпенсионеры, которые работают или не работают, но статуса безработного нет, они все, собственно, в эту программу могут войти. Вы всю жизнь работали кладовщиком, записывая приход-расход в журнал. И вдруг на складе появился компьютер. Начальство требует, чтобы все операции вводили туда, а вы не умеете. Это еще не повод для увольнения. Вам необходимо подучиться. И работодатель будет этому только рад. Большое спасибо правительству, которое субсидирует это обучение. То есть происходит таким образом, что мы изначально, если работаем с внешней обучающей организацией, то платим за это обучение, а нам потом эти средства возвращают. И получается предприятие в плюсе. Оно повышает компетентность своего персонала и, естественно, не тратит при этом собственные средства. Кроме прочего, курсы на предприятии и еще и возможность перейти на более легкую работу. Особенно, если возраст и здоровье не позволяют делать то, что казалось легким в молодости. Вы знаете, я на завод пришла в 91-м году. В этом цехе я работаю 28 лет. В сентябре будет в этом году. Я работала, проработала 24 года молитвом и поливизатором. И по состоянию здоровья так получилось, что необходимо было перейти на другую работу, место поменять. Ну и вот я перешла лифтером. Поменять профессию помогли курсы. Но и сейчас приходится повышать квалификацию. Поэтому Елена готова учиться, как и другие участники программы. Мне это интересно, во-первых. Потому что свою программу по 1С, Аксилоту я не совершилась, конечно, но знаю. Здесь мне преподадут немножко другие знания. Я более шире, что ли, более глубже могу. Буду знать компьютер. Мне это нравится. Все работы хороши. Выбирай на вкус. Писал классик. Эти слова он адресовал юным. Теперь же люди зрелого возраста могут выбирать и улучшать знания по профессиям. Национальный проект и его региональная помощница позволяют активно трудиться и получать хорошую зарплату. Павел Половов, Руслан Баталов. Новости Улправды ТВ. Руслан Баталов. Новости Улправды ТВ.